Ребята, кто скидываться будет за испорченные продукты? А кто будет скидывать? Сколько? Сколько? Ну, рублей 300 мне, допустим. Вы же ему вопросы задаете? Они ремонтники, они не будут. Я проживаю в Лунино 13-Б. Наш микрорайон полностью, Лунино, вот здесь вот, обесточен был еще полтора суток назад, где-то в 10-15 вчера, позавчера. И вот уже вчера не было света, и целый день мы ждали. И сегодня вот уже обед, и люди не могут дождаться, ни у власти узнать, звонят в исполком, дежурному, спрашивают, когда будет свет включен. Потому что холодильники разморозились, продукты пропали, выбрасывают пельмени мороженые, мясо и все остальное, потому что, ну, вы знаете, праздники, сегодня и троица, сегодня и день медработников. И вот поздравления жителям микрорайона нашего, в центре Приморского района находимся. Мы столкнулись с этой проблемой, наступает жара, люди волнуются, что, ну, есть у нас власть в городе или нет. Поэтому сегодня вот делают ребята, так это уже больше полтора суток прошло. Как вы себе представляете? Как люди могут, каким настроением они могут встречать праздник? Почему так долго? А почему? Потому что власти не шевелятся. Сказали очень много порывов по городу, до нас еще не дошел черед. Мы звонили на 37-00-73, это дежурная исполкома. Она говорит, как мне говорят, я вам так и отвечаю. Вот это у нас здесь, получается, на год 20 рады. А я говорю, вот камень-то, делайте, что надо же делать, что-то, что-то такое. Люди сидят без света, и никто ничего не делает, никто ничего не делает. По воздушку вам никто не кинет, 6 кВ, головой подумай, свои. Так делайте, что-нибудь, делайте, делайте. Причем мы, 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 мы. Надо обратиться все-таки к бойчинку, а пусть даже я как-то сижу без света. С шельцами согласовать, чтобы все-таки поменяли нам новый кабель. С 83-го года вот эти дома стоят. С 83-го года. Ребята, когда свет будет? То есть вы устранили полом? Вот мастер. Мастер. Скажите, пожалуйста, когда свет будет? А? Когда свет будет? На днях или раньше? Вот вы мастер. Скажите. Почему? Ну скажите. Да я не мастер, чего вы взяли? По мне видно, что я мастер, у меня на лбу написано, что я мастер. Это, видите, мы с работы, понимаете, человек лопатой закапывает яму. А не то, что он, который разкопал это. Да, он, как в последней работе должен быть так, что-нибудь. Очень приятно, что вы пришли сюда и посмотрели. Кто-то кому-то морду бил, кто-то или детство. Вы услышали выстрел там, да? Это скат стрельнул. Мы проверили, спасибо, что вы пришли. Но мы же никаких предпенсий высказываем. Мы рассказываем телевидению. Вот телевидение, понимаете? Я вас попросил. О чем? Не мешать. О чем мы мешаем? А что мы, мы что, в яму лезем? Мы же не в яму лезем. Поревый человек, вы лучше спросите у людей, сколько продуктов пропало. Вы не об этом, а вы успокаиваете. Успокаивать не против, но проводят же работы. Такое суток. Я говорю, проводят, но ремонтные работы. А мы что, вы же не полезли в яму. Кто там будет возвращать свои, которые вам не положат? Они, это наш ПС, или как он сейчас называется, понимаете? Не дежурные 15.05, не знают четко информацию. Не дежурные в этом, в дежурной администрации. Значит, они правду не говорят. Потому что она говорит, нам не говорят правду. То, что нам говорят они, и мы вам это говорим. Я имею в виду песни говорить правду. Пропали павшие продукты. За то, что у людей, будем так говорить, сигнализация. Настроение пропало. И квартиры обесточились. Люди очень терпеливые. Но им надо говорить правду, а не дурить. А куда в суд будете подавать на кого-то? Посмотрим. Ну, сориентируемся. У нас есть комитет самоорганизации населения. Посмотрим, люди обратятся. Тут 5 этаж. Конечно, у нас самый такой проклятый вот этот участок. Никто не хочет делать, ремонтировать ничего. Гостонаселенный ремонтировать не хотят, абсолютно. Это перекресток Лунина, Нахимова и Лунина. Вот перекресток, который не регулируется. Полицейских нет. Он аварийно-опасный и так, со светофором. А без светофора это вообще черт знает что. Люди не перейти, не могут, не зайти, ничего. Светофор так же не работает, да? Светофор не работает, естественно. И у нас как участок, извините, привязали наш участок со светофором. Только у нас нет, а у нас часто света не бывает. Светофор не работает. А если авария какая-то, все, у нас ЧП. А у нас двое суток нету света, никакого ЧП. Хоть одно руководство появилось, городское, коммунальные службы. Это же никому и не надо. А кто у нас должен, светофор не работает, кто должен заниматься? У нас ГАИ еще до конца месяца существует. На дорогах там, где не надо, они стоят им палочками машут.